Севастополь 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 Они, наверное, сюда пришли бы, принесли благо. Но если сюда придут вместо вот таких докторов исторических наук, которые практически всю жизнь посвятили музею героической обороны, то я не знаю, это улучшит или ухудшит. Это один аспект. И мы, наверное, будем писать, обращаться и к министру культуры Мединскому, надо будет в преддверии выборов, будем обращаться и в партию власти, в Единую Россию, будем обращаться и к президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину, что под угрозой фактически выполнение задачи, поставленной перед Севастополем. Тем более вот в курортный сезон, когда основной приток туристов сюда с материковой России. Это одна из задач, и мы надеемся, что все-таки найдем приемлемое решение и не будет таких резких движений. Вторая задача, мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы объекты патриотического воспитания у нас такие есть, наполненные героикой Великой Отечественной войны и последующим потом послевоенным периодом. Это 30-я батарея. Она восстановлена была после того, как разрушена в период второй обороны. Восстановленный объект, две трехорюдийных башни, полностью весь комплекс, он был действующий. Там служили севастопольцы, которые остались здесь после прохождения службы. Это мечмона, прапорщики, офицеры. Они создали ветеранскую организацию. И мы сейчас будем обращаться к министру обороны Шойгу Сергею Катухедовичу о том, чтобы включить 30-ю батарею в объекты музея Черноморского флота. Знаем, что вчера там были делегации с Тулы, с Москвы, с Санкт-Петербурга. То есть едут туда люди. Чем наполнено сейчас, каким содержанием эта батарея? Если бы там присутствовали ветераны, понимаете, произошла подмена. У нас уникальные условия в Севастополе. У нас есть ветераны объекта патриотического, но они встречаются с гражданами севастопольцами в лекционных залах, встречаются на митингах, встречаются на улице, в мундирах. А если они будут принимать экскурсии там у себя, в родной батарее, где они каждый винтик, каждый штурвал, каждую железку знают, где они будут по 30 некоторых лет там прослужили, где они будут самыми лучшими, наверное, экскурсоводами. У них есть такое желание. У них есть такое желание, потому что они прожили практически жизнь. Это молодость на этой батарее. Они хотели бы посвятить. Они все сейчас активны, адекватны. Им по 60-70 лет. То есть вполне приемлемый возраст, чтобы офицеры и мечмонатам положили свое знание и интеллект на алтарь воспитания патриотического граждан Российской Федерации. И мы где-то во вторник на следующей неделе встречаемся с представителями. Согласие общее получено. То есть мы желали бы это. И многие уже сейчас осознают, что это самый один из лучших вариантов. Второй это Квейсер Кутузов. 68 без проект. Я уже неоднократно про него говорил. В украинский период его скромно увели в Новороссийский. Бедный он стоит там, теряя последние значения боеготовности. У него все днище прогнило. Практически ему надо делать докование, обследование. А у нас в Севастополе есть ветеранская организация. Масса людей и матросов, срочников, и сверхсрочников, и мечманов, и офицеров, старших офицеров. Посмотрите на 9 мая. В какой мощной колонне идут ветераны крейсера Кутузов. Значит, вместо Кутузова здесь, как объект патриотического воспитания. Мы соединим его с ветеранской организацией, и мы получим субъект патриотического воспитания. Действующий, такой, которого нет вообще-то нигде. То есть это явные прорывные движения, которые сделает Севастополь в патриотическом воспитании. То есть он наполнит содержанием механизмы, корабли, батареи. Там будут живые люди. Почему это актуально? На встрече мой сослуживец по отряду подводного спецназа Черноморского флота, Константиновский Равелин, Николай Борисович Малышев сказал, что время приходит, еще сроки такие, что 5-10 лет, и фактически ветераны Великой Отечественной войны уйдут. Их эстафету должны принять кто? Тот, кто служил в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Где они служили? Они служили на крейсере Кутузов, он сейчас есть действующий. Служили на 30-е батарее. Служили на Константиновском Равелине. Наверное, их роль в патриотическом воспитании будет возрастать из года в год. Вот это хотелось бы, конечно, применить в жизнь. Я думаю, что мы найдем понимание. Мы напишем и министру обороны, и нашему президенту, чтобы Севастополь высоко поднял вот это движение патриотического воспитания. Интересно будет приезжающим всем категориям граждан, возрастным категориям граждан Российской Федерации, приехать на действующий объект такой, как 30-я батарея, и получить экскурсионное обслуживание. Консультации в форме будут ветераны. Это действительно такое интересное решение. И для них это, да, это продление фактически нормальной жизни, активной. То есть не где-то там в домино, не где-то там, ну... А у нас же еще 30-я батарея есть еще и хор офицеров старших. Вот этот хор может там под стволами этих орудий исполнять патриотические песни. То есть есть масса интересных вещей, которые можно сделать на этих объектах. С какими основными проблемами сталкиваются общественные организации в наше время? К сожалению, не выполняется прямое указание Владимира Владимировича Путина от декабря 2012 года. Всемирной поддержки некоммерческих объединений граждан. Сейчас мы столкнулись с проблемой вот по Дому природы. 120 тысяч арендная плата. Это коммерческий договор аренды. Без всяких понижающих коэффициентов. Я уж не говорю о том, что просто безвозмездное пользование отдать. У нас, к сожалению, законодательное собрание вот этот список не приняло, не озвучило о том, что мы не можем быть как ветераны, как некоммерческие общественные объединения граждан теми наполнителями бюджета. Мы же не коммерческие, мы не на прибыль, мы на воспитание. И вот эти непосильные вещи, конечно, они повлияют на общественную жизнь в городе Севастополе. Не каждое общественное объединение граждан сейчас рискует стать юридическим лицом. Потому что юридическое лицо это зарплата, это налоги на зарплату, пенсионы, это уже затраты. А если к таким затратам еще прибавить 120 тысяч аренды, то не говорит о том, что восстановить, например, уже ветшающий дом природы, вложить какие-то средства, меценат от привлечения, просто содержать невозможно. Единственный выход, наверное, это участвовать в выборах в законодательное собрание, стать председателем комиссии или членом президиума законодательного собрания, получать 300-400 тысяч рублей и половину со спокойной совестью тратить на аренду Дому природы. Тогда да, тогда можно спастись. А когда ты пенсионер Министерства обороны Российской Федерации, то тяжело, наверное. Помимо финансирования есть еще какие-то затруднения? Наверное, надо в более реальном диалоге находиться исполнительной и законодательной власти с общественным объединением граждан. Вот 700 общественных организаций в городе. Где они, как они, какие у них уставные цели, что они хотят сделать, чего они хотят достичь. Вот эти вещи, конечно, исключительно актуальны. Создание гражданского общества без инициативы граждан снизу, оно невозможно по сути. То есть есть хорошие законы федерального центра. Вот, пожалуйста, Путин указывает всемирная поддержка, предоставление на льготных условиях или бесплатно помещений. Гранты президентские существуют. Мы говорим, что у нас уже создается ассоциация, Всероссийская национальная ассоциация некоммерческого объединения граждан, которая будет уже помогать с грантовым обеспечением, помогать уже юридически, помогать как третейский судья в конфликтах с властью, в конфликтах между собой. То есть вот эти все вещи, они, конечно, действенно, они должны привести к тому, чтобы человек, гражданин, он все-таки осознал себя не винтиком каком-то в сложном механизме, а личностью. Вот я всегда говорю, что честь, достоинство Севастополя, потому что все личности. Личность, она в какие-то суровые годины, в критический момент определяется. Смотрите, не только страх формировал гражданское общество в 2014 году, в день нашего митинга, но еще и достоинство, честь и память предков, они сразу же подвигли севастопольцев объединиться и решить все задачи. Неужели мы можем сейчас мы объединяться, общественные организации, решать свои уставные задачи, и задачи, поставленные руководством в лице нашего президента? Наверное, можем. В этом помочь должна, конечно, исполнительная власть и законодательная. Они должны быть проводники. Если мы избрали законодательное собрание, то где они? Я не говорю о муниципальных депутатах. Это сейчас они сказали, что у них не было средств, возможностей, поэтому они тихо два года сидели, ничего не делали. Статус депутата, которого избрало население микрорайона, района, округа, муниципального, уже определяют его полномочия, он должен представлять интересы граждан, а они считают, что, наверное, он должен распределять денежные средства. Подводя итог нашей беседы, хотела бы узнать, что за последние годы, за последние даже, вернее, полгода сделала ваша общественная организация? Мы занимаемся планомерно, уже благодаря вашему телевидению, впервые сюда пришли в 2003 году. То есть, считайте, уже 13 лет мы занимаемся воспитательно-пропагандистской работой. Слово первично. Говорят, вот они говорят, не делают. Мы говорим, и опосредственно все равно все-таки делают. И до 2019 года продлили все-таки нам по имущественным, правовым, земельным отношениям период. Продлили. К сожалению, не могли мы пробить вещь такую, как налоговые каникулы, но они все равно, наверное, грядут. Что у нас не определена граница земля, у нас еще нет объектов налогообложения в российском кадастре. Поэтому, что нам добровольное налогообложение без кадастрового определения, наверное, невозможно. То есть, много таких вещей, к которым мы не достучались. Почему? Потому что у нас не было чего законодательной инициативы. Мы писали, как граждане, как общественники, а нам, Министерство экономического развития, развития администрации президента, отвечали. У вас там 24 депутата и 2 сенатора, обладающие законодательной инициативой. Пусть они все это определяют, набишут, добьются. А мы это все услышим, поймем и сделаем для дорогих севастопольцев. Не сложилось в полной мере. Хотя движение есть. Но эти движения через какие-то нюансы, обострения, конфликты не хотелось бы. Можно всегда и надо всегда предвосхищать. То есть, делать всегда до того, как что-то обострилось или ухудшилось. Потому что у нас 130 тысяч пенсионеров, и любые ухудшения, вот сегодня, например, в таком метеозависимые люди, в такую погоду, тут давление, тут еще что-то. А тут еще и катаклизмы от неправильного управления исполнительной и законодательной власти. К сожалению, наше эфирное время уже истекло. Напомним, у нас в студии был руководитель региональной общественной организации Севастопольское общество охраны природы, прав человека и исторического наследия Валентин Шестак. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова